В эфире «Время новостей». Здравствуйте! Основные события к этому часу в нашем выпуске. В Ставрополе начал работу первый в этом году межрегиональный форум Общероссийского народного фронта. Ключевой темой двухдневной конференции для представителей регионов Юга России станет мониторинг исполнения указов президента, а также борьба с расточительством и коррупцией при проведении госзакупок. Ключевая тема на весь 2016 год – это исполнение указов президента. И мы будем стремиться собирать обратную связь непосредственно от людей. Мы будем проводить межрегиональные форумы, проводить мониторинг исполнения указов земли непосредственно глазами народа. Кроме того, участники форума коснутся вопросов развития общественных институтов и контроля доступности школьного, высшего и среднего образования. Проблем в сфере ЖКХ, дорожной инфраструктуры, развития внутреннего туризма и здравоохранения. По словам организаторов, на форум прибыло более 600 человек. Это гражданские активисты из южных регионов страны, федеральные и региональные эксперты фронта, журналисты, представители законодательной власти и ведомств. Также в понедельник в работе межрегионального форума примет участие президент России. В этот день Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северокавказский федеральный округ. В Москве вспоминают жертв теракта, совершенного в аэропорту Домодедово ровно пять лет назад. 24 января 2011 года в аэропорту прогремел мощный взрыв. Устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих. Взрыв унес жизни 37 человек, среди которых граждане России, Австрии, Великобритании, Германии, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Еще 172 человека получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяли на себя представители запрещенной в России организации «Эмират Кавказ». Во время спецоперации 17 участников банды ликвидировали. Еще три боевика были приговорены к пожизненным срокам заключения. Сегодня в Домодедово проходят траурные мероприятия. Родственники и близкие жертв теракта приезжают в аэропорт с цветами, чтобы почтить память погибших. Французский актер Пьер Ришар отказался от поездки в Крым, где 10 и 11 февраля были запланированы его выступления с комедией «Пьер Ричард III». По словам министра культуры республики Арины Новосельской, с артистом был подписан официальный контракт, в котором он подтверждал свое намерение приехать в полуостров. В то же время организаторы гастроли Пьера Ришара сообщили, что отказ от выступлений может быть связан с жестким и агрессивным давлением на актера со стороны украинских властей. Ранее от гастролей в Крыму также отказался итальянский певец Александра Софина. В своем обращении на официальном сайте он объяснил такое решение угрозами со стороны руководства Украины. На участке автодороги Чангар-Джанкой-Симферополь ведутся ремонтные работы. Напомним, в результате аварии на канализационном коллекторе, проложенном вдоль трассы, произошло размывание грунта и просадка дорожного полотна. По словам главы администрации, движение машин организовано в объезд аварийного участка. Также поставлены дежурные посты, которые сообщают водителям и населению об аварии. Мы сейчас раскопали этот участок дорог, меняем канализационную трубу, а затем будем восстанавливать дорожное полотно. Движение организовано по объездам масштаба, работы ведутся. С канализационной трубой, я думаю, мы закончим сегодня, и сегодня же приступим к восстанавливанию дорожного полота. Параллельно дорожники завозят уже материалы. В Севастополе наблюдается сезонная вспышка заболеваемости гриппом и ОРВИ. Уже были зарегистрированы три случая вирусной инфекции. В двух был подтвержден штамм гриппа А, H1N1. Главный внештатный эпидемиолог Севастополя рассказал, о чем основная ошибка людей при лечении и что делать, чтобы не заразиться. Основная проблема в том, что люди зачастую привыкли прибегать к самолечению. При первых признаках заболевания специалисты советуют не рисковать своим здоровьем, злоупотребляя жаропонижающими средствами. Я не советую жителям города Севастополя при повышении температуры тела самим идти в аптеку и покупать жаропонижающий. Вы идите сразу к врачу, который вам назначит адекватную терапию с учетом того, что мы с вами входим в эпидемический сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Не нужно самому проводить эксперименты на своем здоровье, только обратиться к врачу. В качестве профилактики доктора рекомендуют обязательные сезонные прививки. Необходимо вести здоровый образ жизни, больше гулять на свежем воздухе и отдыхать. Честно говоря, у меня иммунитет слабый, у меня и пневмония была, и все такое. Я знаю по себе, что если все болеют, я обычно тоже болею. Но, слава богу, пока пронесло. Мы люди сознательные, поэтому мы в осенний период все привились. Вовремя. Вовремя. И своих детей тоже сделали прививки профилактические. Я просто делаю зарядку и обтираюсь водой. То есть самозакаливаюсь. Вот и все. Потому что на все эти вирусные инфекции можно просто воздействовать своей волей. Надо закаляться. Также в период риска возникновения заболеваний врачи настоятельно рекомендуют носить маску в публичных местах, защищая не только себя, но и окружающих. Анастасия Селеник, Время новостей, Севастополь. Просьба о ремонте крыши и помещений Гвардейского дома культуры получила обратный эффект. Финансирование так и не поступило, а после внеочередной проверки здание находится на грани закрытия. Около 300 человек, большинство из которых дети и школьники, могут остаться без творческих занятий. А коллектив расформирует по разным поселкам. Тему продолжит Алена Шамина. Непригоден для эксплуатации. Такой итог подвел Роспотребнадзор после внеплановой проверки Гвардейского дома культуры. Как известно, пожар в здании произошел в 2011 году. Сегодня вместо помощи коллективу им фактически указывают на дверь. До конца апреля нужно решить вопросы с водоснабжением, санузлом, освещением и сделать косметический ремонт. Без финансирования эти задачи коллективу не под силу. Мы ожидали, что нам помогут восстановить наш дом культуры. Мы будем работать в нормальных условиях. Если вдруг получится так, что вдруг нас закроют, то это получится большой неожиданностью для всех и для культработников. И я так думаю, что для всего населения нашего поселка. Тем временем коллективы уже готовятся к весенним мероприятиям. 8 марта – Дню Победы. Вот только не знают, есть ли смысл. Все концерты, которые проходят в нашем многотысячном поселке, принимаем участие. Работники дома культуры ездят и в интернаты, дают концерты, и в реабилитационный центр. Коллектив уверен, им уже подыскивают новые места работы. Тогда ребята могут лишиться последней возможности для проявления своих талантов. Если закроется дом культуры, дети уже не поедут в маленькое, там еще куда-то. То есть это, во-первых, зимний период, школа, то есть это затрата времени, и не все родители могут. Поэтому, конечно, родители очень возмущены. Дом культуры – единственный на поселок с населением более 12 тысяч человек. Общественности приходится строить небеспочвенные догадки, почему на здание брушились внезапные проверки. Может быть, тоже кто-то глаз положил и на этот дом культуры, потому что это все-таки кусок земли. Для детей смена педагогов и новый коллектив могут стать стрессовым событием. Сюда приходит очень много довольно народу, людей, которым это интересно. У меня нет времени, чтобы куда-то в другое место ходить, а не ходить, даже ездить. Я здесь близко живу. Примечательно, что еще пару месяцев назад дом культуры стоял в очереди на капремонт в 2016 году. Сегодня в плане его нет. Переданы ли Роспотребнадзором документы в суд – тоже неизвестно. 15 января текущего года была проведена проверка Роспотребнадзором. Было выписано предписание по устранению определенных санитарно-единических норм. Пока больше никаких официальных документов у меня на руках нет. В любом случае, люди не останутся на улице. Мы уже написали письмо про его с администрацией. Почему так к нам относятся? Нельзя руководству приехать нам объяснить, рассказать, показать, на каком основании вдруг наше здание стало аварийным. Пять лет оно не было аварийным. Нас не хотят. Ну, значит, мы будем бороться. Коллектив домокультуры остается в подвешенном состоянии. Ждет закрытие раньше срока. Роспотребнадзор пока не дает официальных комментариев. А мы продолжаем следить за развитием событий. Алена Шамина, Денис Тищенко, Время новостей, Гвардейская. Минувшая ночь в московском метро прошла акция, посвященная изобретателю Николе Тесле. На станции Менделеевская физики устроили представление, продемонстрировав работу письпеременного тока. Организаторы установили генераторы высококачественных токов и трансформаторы, или катушки Тесла, благодаря которым зрители увидели танец молний. В проекте приняли участие более 150 человек, большинство – члены Молодежного совета Московского метрополитена. Напомним, в столичной подземке проводится цикл акций «Ночь в метро». Ранее на станции Новослободская прошла ночь йоги в метро, которую провел специально приехавший из Индии доктор Суреш Бабу. Гонки киберавтомобилей, робосуму и состязания на самый умный механизм в Крыму подходят к концу первые муниципальные соревнования по роботехнике. Проходят они на базе Симферопольской школы номер 33, а их инициатором выступило Управление образования Администрации города. Там считают, мероприятие не только поможет талантливым ребятам раскрыть потенциал, но и внести свой вклад в развитие инновационных технологий. Иван Орехов волнуется. Его робот будет впервые участвовать на соревнованиях. И не в каких-нибудь, а в настоящей борьбе с умо. Задачей киберспортсмена – вытолкнуть своего соперника за пределы ринга. Плоды труда не прошли даром. Робот с легкостью справляется с поставленной задачей. Школьник рассказывает, собирал конструктор несколько недель и наделил его качествами настоящего бойца. Он может выполнять различные маневры, атаковать. Я придумала все сам. Вот это датчик ультразвук. Это ультразвук. Он видит до 225 сантиметров. В программе прописано, что если он видит менее 40, то тогда он едет на соперника. Этот робот на гусеничном ходу для большего сцепления. Также используются два мотора «Хева-3», ультразвук, кнопка старта, блок, на котором я все программирую. А это уже площадка-траектория. Здесь проходят гонки киберавтомобилей. Машины проверяют не только на скорость, но и на маневренность. Дорога извилистая, не каждому удается дойти до финиша. Видите, он ездит по линии почти без остановок. Разве что на повороте только так делают. То есть, в том-то и дело, программа сделана так, чтобы он ехал быстро, и из-за этого у него скорость уменьшается. И поэтому на поворотах он такой медленный. Преимущество этих роботов – не скорость, а интеллект. Без труда не могут пройти запутанный лабиринт, обойти препятствия и даже расставить разноцветные баночки по местам. Называется робот-сортировщик. Он сортирует разные предметы по цвету и сортирует их по складам. И определяет их не цвет. Он определяет их по цвету тремя светодатчиками. Никита рассказывает, его конструктор может стать прототипом настоящей машины, например, для сортировки товара на базах. Вообще, идей, как упростить жизнь человечеству, здесь было много. Начинающие инженеры старались собрать не только интересные модели роботов, но и практичные. Все участники соревнований получили грамоты, а победителей наградили дипломами и подарками от спонсоров. Ольга Савенко, Александр Чукалов. Время новостей. На этом все. Мы следим за событиями на полуострове и в мире. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok